здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня мы рассмотрим с вами устройство принцип действия и настройку камнеотделительные машины типа r3 бкт вибропневматические камне отделительные машины назначение и место в машинно-аппаратурной схеме зерновая смесь после очистки в сепараторах как правило содержит органические и минеральные примеси которые могут быть легче или тяжелее зерна но практически не отличаются по размерам и аэродинамическим свойствам поэтому такие примеси не выделяются на сетах и воздушным потоком эти примеси в практике очистки зерна считают трудно отделимыми в зерне передаваемом из подготовительного отделения в размольное минеральных примесей быть не должно поскольку даже их незначительное присутствие в готовой продукции вызывает ощущение хруста при разжевывании и вредно для здоровья на тех мукомольных заводах где не применяют моечные машины минеральные примеси выделяются путем сухого способа очистки зерна который должен обеспечить высокоэффективное выделение минеральных примесей сухой способ очистки зерна реализуется в вибропневматических камнеотделительных машинах типа р3 бкт которые устанавливаются после сепараторов минеральные примеси выделяют на первом этапе очистки зерна чтобы предотвратить износ рабочих органов последующих машин и возможность искрообразования рабочий процесс в камнеотделительных машинах состав минеральных примесей разнообразен это мелкая галика кусочки угля руды земли крупный песок и тому подобное основным свойством по которому возможно выделить минеральные примеси из зерна является плотность составляющая 1,9 2,7 грамм на сантиметр кубический то есть примерно вдвое выше чем у зерна 1,3 1,4 грамм на сантиметр кубический различие этих компонентов по коэффициенту трения также способствуют их разделению процесс выделения из зерна минеральных примесей на рабочем органе наклонной сортирующей поверхности деки в условиях восходящего воздушного потока без просеивания можно условно рассматривать как три одновременно протекающих явления смотрите на картинку при совместном воздействии вибраций сортирующей поверхности и потока воздуха происходит разрыхление слоя зерна при этом снижается коэффициент внутреннего трения и зерновая смесь переходит в состояние псевдоожижения в таком слой создаются условия для эффективного самосортирования разнородных компонентов тяжелые частицы опускаются в нижние слои достигая сортирующей поверхности а частицы с меньшей плотностью стремятся верхние слои в расслоенной смеси происходит процесс вибрационного перемещения разнородных компонентов в противоположных направлениях транспортирование вверх создается в результате определенного сочетания кинематических параметров угла наклона и коэффициента трения сортирующей поверхности и нагрузки при отсутствии воздушного потока все компоненты смеси движутся вверх по сортирующей поверхности при наличии аэрирующего воздействия воздуха псевдоожиженный слой зерна практически не подверженный транспортирующему воздействию деки течет как жидкость под уклон и разгружается в нижней широкой части деки тяжелые минеральные частицы находящиеся в нижнем слое и имеющие наибольшее сцепление с шероховатой сортирующей поверхностью транспортируются вверх против наклона деки и выводится через верхнюю суженую часть на эффективность и производительность камнеотделительных машин вибропневматического принципа действия оказывают существенное влияние следующие факторы частота амплитуда и направление колебаний скорость воздушного потока угол наклона деки и коэффициент трения ее поверхности различия в плотности зерна и минеральных примесей нагрузка и влажность зерна эффективность очистки зерна от минеральных примесей должна быть не ниже 95 процентов устройство камнеотделительной машины r3 бкт камнеотделительная машина r3 бкт состоит из следующих основных узлов вибростола привода приемных выпускных и аспирационных устройств и станины вибростол подвижная часть машины совершает возвратно-поступательные колебания под углом 30-40 градусов к плоскости деки вибростол установлен под углом 5-10 градусов к горизонтали он состоит из несущей сварной рамы 25 в которой смонтирована дека корпуса 8 и крышки 6 из оргстекла для визуального контроля рабочего процесса в крышке имеются отверстия для присоединения аспирационного рукава 29 и для приемного устройства дека состоит из трех частей сортирующие поверхности 15 из металлотканной сетки с отверстиями размером полтора на полтора миллиметра алюминиевые рамы 20 с поперечными и продольными планками образующими квадраты размером 55 на 55 миллиметров и воздуховыравнивающего днища 14 с отверстиями диаметром 3,2 миллиметра дека с двумя окнами для крепления выпускных устройств очищенного зерна прикреплена к несущей подвижной раме на продольных боковых поверхностях корпуса имеется по два круглых окна 19 с крышками для доступа к сетке деки рядом с отверстиями установлены 4 регулировочных диска 16 со шкалой для контроля амплитуды и направления колебаний в корпусе над декой установлен механизм регулирования выпуска минеральных примесей пластина 26 из оргстекла служит для регулирования выходного сечения и воздушного режима в этой зоне пластину фиксируют пружиной и болтом с гайкой положение ее можно менять регулировочными винтами 27 в крышке корпуса вибростола смонтирован штуцер соединенной гибкой трубкой с манометром 3 для контроля разрежения внутри корпуса установлен светильник для наблюдения за процессом вибростол установлен на трех опорах со стороны выхода очищенного зерна нижняя часть вибростола опирается на 4 цилиндрических пружины 18 установленные попарно под углом 90 градусов одна к другой с противоположной стороны вибростол опирается на вертикальную стойку 22 шарниром и механизмом регулирования угла наклона вибростола при вращении штурвала 23 происходит перемещение края вибростола со стороны выхода минеральных примесей величина угла наклона деки в градусах указана на вертикальной шкале 21 связь вертикальной стойки 22 с декой вибростола осуществляется с помощью уголков и сайлент-блоков а с опорной плитой 17 через кронштейны сайлент-блоки и корпус механизма подъема сайлент-блок представляет собой резинометаллическое изделие состоящее из двух концентрично установленных коротких стальных трубок с запрессованной между ними резиновой массой сайлент-блоки применяют для соединения подвижной и неподвижной частей или двух частей движущихся по различным законам приемное устройство состоит из питателя приемника и распределителя к корпусу питателя при помощи хомута прикреплен конус воронка нижняя часть питателя соединена с приемником гибким рукавом а верхняя с подводящим самотеком приемник 5 состоит из двух прозрачных боковин соединенных между собой металлическими стенками крышки питающего клапана рычага с пружины 7 и уголков для крепления к корпусу вибро стола приемник обеспечивает постоянство нагрузки и герметичность вакуумной системы в зоне поступления зерна распределитель 13 установлен под приемником в корпусе камнеотделительной машины непосредственно над декой он состоит из двух вертикальных боковых стенок между которыми наклонно установлена металлотканная сетка здесь происходит предварительная аэрация и распределение исходной смеси по сортирующей поверхности для выхода очищенного зерна предусмотрено два выпускных патрубка 9 на нижнем конце вибро стола а для минеральных примесей два выпускных патрубка на противоположной стороне выпускное устройство состоит из металлического патрубка жестко связанного с рамой вибро стола к патрубку 9 при помощи хомута присоединен упругий резиновый рукав 10 выполняющий функцию противоподсосного клапана очищенное зерно поступает в металлические воронки соединенные с самотечными трубами а минеральные примеси в переносную накопительную емкость привод осуществляется электромеханическим вибратором 12 это электродвигатель на обоих концах вала которого установлены грузы дебалансы смотрите на рисунке слева регулировка амплитуды колебаний вибро стола производится изменением положения грузов друг относительно друга вибратор установлен в центральной части вала 11 вибро регулятора с помощью фиксатора хомутов silent блоков и кронштейнов вибро регулятор предназначен для регулирования направления колебаний и установки на нем колеблющихся масс камнеотделительной машины и вибратора он состоит из горизонтального полого вала с приваренными к нему опорами которые крепятся к несущей раме деки вал установлен на четырех пружинах 18 который снизу фиксируются конусами стоек станины а сверху конусами вала вибро регулятора изменение направления колебаний производится перемещением вибратора вертикальной и горизонтальных плоскостях относительно вала вибро регулятора аспирационное устройство включает аспирационный рукав 29 из прорезиненной ткани скрепленный хомутами в нижней части с крышкой корпуса вибро стола а верхней с патрубком присоединенным к системе аспирации в патрубке установлен регулятор воздуха который выполнен в виде круглой пластины дроссельные заслонки 3 поворачивающийся вокруг оси 2 на 90 градусов маховичком 5 в горизонтальном положении заслонка перекрывает сечение патрубка а вертикальном обеспечивает максимальный расход воздуха положение заслонки указано верхней кромкой кронштейна 1 на шкале 7 аспирационный патрубок с регулятором воздуха крепится к станине при помощи двух изогнутых трубчатых стоек станина камнеотделительной машины представляет собой сварную конструкцию состоящую из опорной плиты 17 и укрепленных на них двух стоек 30 с конусами для установки пружин 18 на углах станины прикреплены четыре скобы для подъема машины технологический процесс в камнеотделительных машинах проходит следующим образом зерносмесь из приемного устройства попадает на сетчатую поверхность распределителя продувается воздухом и двумя равными потоками поступает на сортирующую поверхность деки здесь происходит разделение зерна и минеральных примесей в результате минеральные примеси транспортируются в верхнюю часть деки и выводится из машины а очищенное зерно течет в нижнюю часть и выводится с противоположной стороны легкие примеси уносятся воздухом через аспирационное устройство и отделяются в фильтре настройка и регулирование камнеотделительных машин следующие рабочий процесс имеет шесть регулируемых параметров нагрузка амплитуда и направление колебаний расход воздуха угол наклона деки и положение регулировочной пластины в зоне выпуска минеральных примесей все параметры имеют механизмы регулирования и соответствующие указатели установленных значений камнеотделительные машины типа r3 bkt после монтажа и наладки тщательно регулируют устанавливают вибростол в рабочее положение под углом 7 градусов к горизонтали проверяют затяжку резьбовых соединений на холостом ходу не должно быть не свойственного шума стука и вибрации амплитуду и направление колебаний проверяют на холостом ходу с помощью регулировочных дисков до пуска машины все четыре диска на обоих сторонах корпуса вибростола устанавливают так чтобы вертикальная стрелка на корпусе находилась между 30 и 40 градусами нижней шкалы если при работе машины направление пунктирной линии с кружками на диске совпадает с направлением колебаний вибростола видна четкая линия а тени окружностей эллипсы вытянуты вдоль этой линии если видна расплывчатая линия а эллипсы вытянуты под углом значит направление не совпадают следует ослабить фиксирующий винт повернуть диск до появления четкой линии и снова закрепить при отклонении от заданного угла более 5 градусов по шкале дисков установленных на одной боковой стороне корпуса необходимо провести коррекцию положение вибратора по вертикали коррекцию угла направления колебаний выполняют следующим образом ослабляем скобы крепления вибратора и поворачивают его в вертикальном направлении если вибратор перемещают вниз то угол направления колебаний со стороны выхода очищенного зерна увеличивается а с противоположной уменьшается смещение вибратора вверх приводит к обратному явлению уменьшению угла на стороне выхода очищенного зерна и увеличению на противоположной стороне если наблюдается расхождение показателей по шкале дисков находящихся на разных сторонах корпуса проводят коррекцию положение вибратора по горизонтали то есть сдвигают его по оси вала виброрегулятора в сторону меньшего угла направления колебаний при этом в начале отмечают старое место установки затем ослабляют скобы сдвигают вибратор в нужном направлении относительно по метке и затягивают скобы регулировка амплитуды колебаний осуществляется перемещением грузов вокруг вала вибратора смотри рисунок слева если раздвигать грузы друг относительно друга амплитуда уменьшается а при их сближении увеличивается смещение грузов установленных верхней и нижней частях вибратора должно быть одинаковым и примерно равным 150 160 миллиметров при работе машины возникает визуальный эффект пересечения на диске линии хода с линией шкалы точка пересечения указывает величину амплитуды колебаний которая при нормальной работе должна находиться между отметками 4 и 5 что соответствует амплитуде колебаний вибра стола 2 2 с половиной миллиметра смотрите на рисунке справа дроссельную заслонку регулятора воздуха устанавливают в положение при котором разрежение по манометру составляет 750 паскаль без нагрузки необходимо установить пластину 26 на высоту 25 миллиметров над декой со стороны выхода минеральных примесей регулируя положение пластины 26 можно добиться повышение эффективности выделения минеральных примесей при работе под нагрузкой следует отрегулировать пружину питающего клапана смещая ее на нужную засечку рычага чтобы небольшое количество зерна находилась на слегка прижатом клапане если в рабочем режиме слой и зерна не кипит при открытой заслонке регулятора воздуха необходимо очистить сетку деки проволочной щеткой при правильно проведенном регулировании и хорошей эксплуатации машин типа r3 бкт эффективность очистки зерна от минеральных примесей составляет 98 99 процентов техническая характеристика камни отделительных машин серии r3 бкт представлена в таблице на слайде как можно видеть различия между тремя машинами заключаются в следующем производительность машин r3 бкт и r3 бкт 100 одинаковая и составляет 9 тонн в час производительность машины r3 бкт 150 составляет 12 тонн в час площадь сетовой поверхности в квадратных метрах машины r3 бкт 150 в полтора раза больше площади сетовой поверхности машин r3 бкт и r3 бкт 100 полтора и один квадратный метр соответственно мощность электро вибратора у всех машин составляет 0,3 киловатта масса машин r3 бкт составляет 500 килограмм r3 бкт 100 275 килограмм r3 бкт 150 400 килограмм габаритные размеры в миллиметрах вы можете увидеть в таблице отличие машины r3 бкт 100 от машины r3 бкт заключается в следующем изменена форма и исполнение корпуса установлен один впускной патрубок для вывода минеральных примесей вместо двух станина выполнена в виде сварной т-образной трубчатой конструкции без опорной плиты изменена конструкция задней стойки и механизма регулирования угла подъема вибра стола в соответствии с имеющимися конструктивными отличиями машины несколько различаются по габаритам машина r3 бкт 150 имеет большую ширину и соответственно площадь деки других отличий от модели r3 бкт 100 у нее нет мы рассмотрели с вами устройство настройку и регулирование камня отделительной машины типа r3 бкт вы также можете ознакомиться с другими видео которые посвящены описанию устройства и настройки оборудования пищевого производства спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал желаю вам всяческих успехов и до новых встреч